Здравствуйте, ребята! Мы сегодня с вами познакомимся с еще одной интересной техникой, называется она Гротаж. Выполняется она в два этапа. Сегодня мы сделаем первый этап, это покрытие листа восковыми мелками, и сверху покроем гуашью, с помощью мыла она у нас не будет растекаться, гуашь не будет собираться в комочки. Смотрите, вам понадобятся сначала различные восковые мелки, это может быть восковая пастель, восковые карандаши, мелки, то есть любой вид этих мелочков. Мы с вами берем, не разбираем сейчас какой цвет, важно покрыть весь лист красивыми цветными пятнами. Здесь мы с вами одновременно посмотрим, как у нас красиво мелочки накладываются один на другой, да? Попробуем не просто в один цвет покрасить, а попробуем немножко накладывать мелки. Так как у нас с вами будет работа про космос, космическая тема, поэтому цвет у нас совершенно может быть фантастический. Мы сейчас, когда покрываем, думаем только о красоте цветового пятна, не думаем о том, что у нас будет там за рисунок. Так, смотрим, чтобы красиво мелочки накладывались. Плотно покрываем так, чтобы не оставалось никаких вот белых пятен. Видите, у меня немножко остаются белые пятнышки. Это значит, что нужно будет еще раз пройтись мелочком, чтобы бумагу совершенно-совершенно нам с вами перекрыть. Не осталось, чтобы белых пятен прямо надавливаете. Если мелочек сломался, ничего страшного. Они обычно у нас в таком состоянии, немного поломаны и живут. Лучше выберите бумагу гладкую. Вот у меня попалась акварельная бумажка. Она с такими ямочками небольшими, поэтому оставляет белые точки. Если вы возьмете бумагу ровненькую, гладкую, то у вас не будет оставаться этих белых точек. И вам будет легче наносить мелком разные вот эти наши пятна. Можете использовать и белый мелок. Тоже интересно. То место, которое вы белым мелочком покроете, у вас потом при процарапывании даст белый цвет. Интересно, смотрите, как белый мелок накладывается на другие цвета. Вот смотрите, белым покрыла, а потом сверху я цветным. Синим, например, у меня получается голубой. Смотрите, как интересно, синий с оранжевым. При смешивании краски синий и оранжевый у нас всегда получается серый цвет. А здесь, посмотрите, практически черный. Писковой мелок сдаёт нам цвет. Очень-очень плотно. Тёмные мелки старайтесь не брать, потому что у нас будет чёрный фон, основной фон. Основной цвет чёрный. На чёрном фоне не очень смотрятся, конечно. Тёмные цвета. Работа эта большая по покрытию мелком. У вас, наверное, уйдёт на это минут 25. Я думаю, не меньше. Видите, получается красивая, разноцветная поверхность. Ещё раз пройтись по всем дырочкам, пятнышкам белым бумаги. Лучше это сделать белым мелочком. Он одновременно высветляет и не загрязняет цвет. Возьмёте любой другой. У вас цвета будут размазываться, грязными становиться. Белый мелочек хорошо заполняет дырочки белые. И не грязнит изначальный цвет. Ну что, вот мы и покрыли целый лист бумаги. Устали, наверное, вы. Посмотрите-ка внимательно, не осталось ли белых пятнышек. Иначе у нас с вами фокус не получится. В искусстве у нас всегда есть момент волшебства и тайны. Вот мы сейчас с вами этот наш красивый лист будем прятать. А потом показывать. Посмотрите, вам понадобится сейчас вода, гуашь чёрная и мыло. Кусочек мыла лучше положить в мыльницу, вот как у меня. Можно взять тряпочку для того, чтобы кисточку протереть, руки протереть, если что. Вот, смотрите, мыло нужно намочить водой, чтобы оно немножко размокло. И таким образом мы сейчас его будем марать и лист будем прятать от всех. Смотрите, мыло наносим гуашь на него. И у нас таким образом гуашь смешивается с мылом. Она становится ещё более густой. И мыло, как клей, не даст нашей гуаши скататься комочками по поверхности воскового мелка. И мы весь листочек вот так вот аккуратно, широкими мазками, поменьше берёте воды, побольше гуаши и мыла, широкими мазками ровно-ровно закрасим. Смотрите, вот где-то, где я взяла мало мыла, оно немножко так скатывается. Значит, нужно ещё взять воды, гуаши и ещё мыло. Ещё на один слой. Очень толстый слой гуаши не нужно, иначе она будет крошиться и отпадывать. На последующем этапе работы у нас комками. Нам нужно, чтобы она легла красивым, ровным слоем и полностью закрыла нашу картину. Первый этап работы нами выполнен. Теперь нужно дождаться, пока высохнет поверхность. Техника называется кротаж. Запоминаем это слово. И на следующем уроке мы с вами будем на этой поверхности уже создавать красивую работу. Пока!